Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Мне очень плохо и обидно. Один человек на протяжении года отравлял моё существование. Вроде как дружила она со мной, а сама общением постоянно придиралась, принижала и подкалывала меня. Ещё она часто оскорбляла моих друзей, пято другу, негативно высказывалась о моих родственниках. На данный момент я не общаюсь с ней, единственное, на что мне хватило смелости, это всё оборваться. Я её боюсь очень, так она деспотична, злая, жестокая, агрессивная, занимается газлайтингом и по натуре абьюзер. Сколько бы я ни пытался её поставить на место, меня ждали только неудачи. Она сильнее, ей вообще никто не может поставить на место. Она чувствует себя безнаказанной, беспредельничает и всё исходит с рук. Всё как гусья вода, как говорится. В общем, всё в том, что она делала и говорила мне очень много плохого. Делала пакости многим людям, шла по головам, испортила многим жизнь и в эмиранке я и почему-то не вернулся. У неё всё отлично, живёт, припевает человек, у неё много друзей и подруг. А у меня ничего хорошего в жизни, на личном фронте всё тихо. Счастливой себя не ощущаю, даже не хочу жить. Мои вопросы. Почему у человека, который причинял людям много боли, всё отлично? Почему и не вернулись мои слёзы и переживания? И ещё вопрос. Как поставить этого слова человека на место, чтобы не выпендривался? Смотрите. Если мы говорим о первом вопросе, то здесь вы явно уходите в сторону, конечно, эзотерики. Как вам сказал мой коллега Кудрящёв Игорь Леонидович, мы психологи, вот, психологи эзотерикой не занимаются. Так же, как не занимаются, не занимаемся мы и поисками какой-то справедливости. Потому что справедливость – это оправдание для наших чувств, для наших эмоций, для наших переживаний. По сути, для нас, для нас самих. И то, о чём говорите вы, вы просто избегаете принятия личной ответственности за то, что с вами произошло. Вы избегаете, собственно говоря, жизни. То есть, ваши проблемы, которые вы описали, они не от того, что человек поступил с вами как-то не так или что-то такое. Мне вообще не очень понятно, как вы это связываете. То есть, как вы увязываете то, что вот человек, там, по отношению с вами себя как-то вёл, да, «А, у вас, как бы, всё теперь плохо и жить вы не хотите и так далее». То есть, ну, как бы, связь какая? Я лично связи не вижу. Смотрите, если вы, как бы, ну, верите в идею кармы, да, если вы верите в эффект бумеранга и так далее, то, на мой взгляд, вам, ну, не к психологу. Ну, на мой взгляд, вам не психолог нужен тогда. Вот. На мой взгляд, вам нужен эзотерик. То есть, вы определитесь, пожалуйста, какой специалист вам нужен. Потому что вот то, что вы описываете как-то сейчас, сейчас, да. Вот. Но я бы сказал, что выглядит немного это странно. Обращайтесь к психологам, говорите про карму и спрашивайте о том, как поставить человека на место. Ну, как бы, психологи не занимаются тем, что помогают людям, другим людям ставить, ставить, ставить других людей на место. Психологи занимаются тем, что помогают людям самим разобраться с себя и решить свои проблемы. То есть, иными словами, учиться смотреть на себя, иными словами задаться вопросом, окей, а как вышло, что вот этот человек вообще появился в мою жизнь, как вышло. Почему я боюсь таких людей? Откуда у меня такой страх? Это из-за решения, что я слабо. Ну, вообще-то, на самом деле, вы не слабо. Вообще-то, на самом деле, дело здесь заключается только только лишь в том, что вы боитесь остаться слабо. Вы боитесь остаться слабо и, как мне кажется, именно это является ключевой проблемой. Не боитесь вы остаться слабо, вам было бы куда проще. Что касается, вот, ну, как бы, ваших, опять же, проблем, то, на мой взгляд, они не связаны никаким образом с тем, что делала эта женщина. Она связана исключительно с тем, как вы идёте по жизни, она связана исключительно с тем, как вы себя позиционируете. Она связана исключительно с тем, как вы к себе относитесь. Если относитесь к себе не очень, а судя по тому, что вы описываете и относитесь к себе, мягко говоря, не очень хорошо, то не важно совершенно, кто окажется в вашей жизни, эта женщина или любая другая, но все равно вам будет плохо. Если вы готовы к тому, что вашу жизнь могут испортить, то опять же, не так важно, кто окажется в вашей жизни, эта женщина или какая-то другая, все равно вашу жизнь испортит. Ну просто потому, что вы сами как бы получается уже к этому готовы. Надеюсь, я довольно-таки понятно и доступно излагаю свои мысли. Сейчас, сейчас, вся ваша энергия направлена на этого человека. Почему? Потому что вам ваша жизнь интересна. Потому что вы свою жизнь и себя воспринимаете как что-то стоящее против друг друга. Нет, не борющиеся, я надеюсь, между собой, но именно разграничивать, диссоциируйте. То есть, вот есть я, есть личный фронт, есть моя жизнь. Вы говорите, я не хочу жить. Как думаете, почему? Как думаете, ну, вот, с чем связано? То, что жить вы, ну, не хотите. С чем это связано? Как думаете? И вот это очень важный момент. Как мне кажется. Вот. Ваша задача, вот, с этим в первую очередь, разобраться. Вот. То есть, ваша задача, с этим разобраться. Ваша задача, это и следует. В первую очередь. И дальше уже будет, ну, все более-менее понятно. Обида. Обида, это ожидание. Вот. Обида, это ожидание. И, соответственно, если мы говорим про ожидание, то какие они у вас? Вообще. Ваши ожидают. Вот. Вы приняли, условно говоря, человек. Вот. Терпели от него поведение, которое для вас неприемлемо. Почему? Вы говорите, что боитесь, ну, что вот ей должны вернуться ваши слезы. Как вы сказать? Ну, своя жизнь, она... Суперлюбит. Вот. Почему? У него все будет хорошо. Она себя слышит. А вы? Вот. Понимаете, да? То есть, здесь проблематика заключается именно в том, что как-то большее значение вы уделяете другим людям, а не себя. Вот. В этом заключается основная проблема. На мой взгляд. И если вы считаете, так же, как и я, то есть, если так же, как и я, вы считаете, что это проблема, с этим можно работать. Но на ваши вопросы у психологов ответа нет. Потому что, потому что первый вопрос для нас бессмысленен. Второй вопрос, как поставить этого человека на место, бессмысленен тоже. Здесь, здесь есть небольшой нюанс. На этот вопрос можно ответить. На этот вопрос можно ответить. Так. Если вы хотите поставить ее на место, покажите, что вы можете быть счастливы. Но парадоксально то, что когда вы будете что-то делать для того, чтобы быть счастливым, вам станет сравненно этого человека, потому что вы увлечетесь своей жизнью, и вам станет уже на нее плевать. И, напротив, до тех пор, пока вам на нее не плевать, вы счастливыть так не сможете. Пока у вас есть некие идеи о справедливости, вы ищете ли справедливости, эффекты бумеранга и так далее. То есть вы даже как-то не подвергаете сомнению то, что эффект бумеранга мог быть придуман для того, чтобы люди как-то оправдывались и сублимировали свою энергию. А что если вам, ваше плохо и обидно, прямо сейчас, вот прямо сейчас, прямо в эту секунду, начать проживать? Что вот тогда произойдет? Что если вы увидите, из-за чего плохо вам, вследствие каких переживаний, каких эмоций, чувств вам плохо? Вот мой вопрос заключается именно в этом, что если вы начнете больше себе уделять внимания, кто знает, может быть, и вернется в эмиранг. Но повторюсь, я хочу, чтобы вы это очень, в возможности, четко увидели. Что эти вещи, о которых я говорю, являются по сути своей парадоксальным. То есть, когда я пытаюсь поставить человека на место, я перестаю иметь возможность быть счастливым. И, напротив, когда я хочу быть счастливым, я ставлю человека на место, но мне это уже не нужно. Такой вот парадокс. И в этом парадоксе, как мне кажется, вам необходимо научиться, ну, как бы, научиться жить. Вот, так бы я сказал. То есть, вам необходимо научиться в этом парадоксе находиться. И тогда у вас появится реальный шанс для того, чтобы ситуация исправила. Сейчас, пока, понятное дело, такого шанса у вас нет. Безусловно, я вам все чувствую. Вне всякого сомнения. Мне жаль, что с вами так произошло. Но эта ситуация произошла, потому что вы вели себя по отношению к себе же самой весьма пренебрежительно. И опять же, раскрывая то, что сказал уже мой коллега, идею про фонарик и зеркало, мой коллега здесь совершенно прав. И пренебрежение вас стало возможно только благодаря тому, что вы с собой пренебрегаете уже очень давно. Но этого вы не замечаете. Гораздо проще и легче заметить то, как вам пренебрегает другой человек. Ну и обручить всю силу своего праведного гнева на него. Ну, оно, конечно, может. Можно так сделать. Но вот что это даст, кроме боли, той самой, которую вы испытываете, на мой взгляд. И ввиду того, ввиду того, что мы видим без перспективности такой позиции, Ввиду этого, именно этого, я бы не хотел двигаться в этом направлении. Но я бы хотел двигаться в направлении помощи вам. Я бы хотел помочь вам разобраться в себе. Конечно, если вы сами в этом заинтересованы. Вот и спросите себя, на что вы хотите тратить свою жизнь на других людей, которых вы сами считаете, ну, довольно-таки недостойным. Или, может быть, на себя. К себе-то вы относитесь лучше. Ну, я надеюсь. Давайте будем немножечко меняться, что ли. И, возможно, выстраивать личные границы так, чтобы не допускать свою жизнь людей, которые нас по какой-то причине, не важно по какой-то, не устраивают. Давайте, может быть, признаем, что вы чувствуете себя слабой, когда человек ведет себя агрессивно, когда человек ведет себя вызывающий вам плохо. И это связано с детством как не печально или бомально или пробоксально. То есть у вас в детстве вот такой опыт вероятно был, что на вас кричали, демонстрировали тотальную силу, а вы не знали как поступить. Ну, или, или, или же, ситуация могла складываться несколько иным образом. что вы, напротив, находились в очень изолированной, по факту я бы сказал, как это слово, тепличных условиях. Когда все предельно хорошо, все предельно гладко, все предельно спокойно, но только это не повлияло на нас таким образом, чтобы вы воспитали в себе силу, да? То есть вот, ну как, например, можно говорить, что человек, растущий в любви, как бы напитывается этой любовью, да? И становится сильнее? Нет. Важным случаем, это повлияло так, что вы обучились беспомощности. Обучились тому, что ждете теперь, что кто-то, ну, например, вот вселенная, допустим, решит за вас проблемы. Или, что он не очень хорошего человека, а обязательно нужно ставить на место. Хочется спросить, а чего изменится там, если вы человека на место поставите? Чего изменится, если вернутся ему ваши слезы? Что с вами-то будет? Или, может быть, это работает так, что ему что-то вернется, вы увидите, что справедливость есть, и чувствуя за собой какую-то опору из справедливости позволите себе быть той, кем хотите. Ну вот беда. Справедливость всегда ускользает. В сущности, она такая же непостоянная, такая же непостоянная, как и удача. В сущности, она, на мой взгляд, еще более непостоянная, чем удача. И от этого, как ни печально, пока что, вы свою жизнь хотите поставить зависимую. Вот так и хочется вас спросить, за что же вы себя так не любите? Так хочется спросить, насколько же вам получается неинтересна ваша жизнь, что вы готовы с ней как, ну, как с лотереей, на правом слове. Вы достаточно больше? А как считаете вы? Вы достаточно больше? Вот такие у меня мысли по поводу вашего текста. Я бы сказал, что помимо элементов мистического мышления, у вас присутствует и детское мышление. В смысле того, что вы как бы, ну, вы ждете, что человек сам что-то поймет. Вы ошибаетесь, что человек изменится. А сами при этом, ну, в общем-то, просто ждете. Это вот и является довольно страшным и печальным моментом. Потому что это, потому что это пассивная позиция. Пассивная позиция никогда не, ничего не дает. Пассивная позиция всегда несет ровно то, что она несет. А именно разочарование. Ну, само собой, что иногда быть пассивным неплохо. Но мы можем хотеть быть пассивным, и иногда пассивность это весьма полезная штука. Иногда это единственная верная модель поведения. Но чаще всего, чаще всего, это все-таки деструктивность. И вам, на мой взгляд, нужно из этого выбираться. Нет, речь идет не о том, чтобы вы брали и что-то делали, сразу старались. Нет, чтобы вы хотя бы для начала начали себя слышать. Об общем, пока я не прошу. А ваши обиды и боль, которые вы чувствуете, которые вы ощущаете, вот, необходимо прожить. Сейчас вы их не переживаете, сейчас вы говорите о другом человеке, но не о том, что происходит с вами. То, что происходит с вами, это куда более важный момент. И с этим нужно разбираться. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.